ВАСА ИКО Кто грубее, кто больше виноват, кто разжигает, кто пытается закончить войну, а кто вольно или невольно подбрасывает дрова в костер. Я не исключаю, что вот и депутат Госдумы Лена Мизульна искренне считает, что адресованным русским мужчинам призывом ехать и сражаться в Украине, она тоже типа борется за мир. Ставая страна огромная, Родина-Мать, что-то вроде этого. Наши добровольцы, меня спрашивают о мечи. Ну как это так? Неужели там нет русских военных? Как это несколько группа ополченцев держит 15-тысячную армию? Я говорю, вы представьте себе, вот Новосибирск, начинаются там какие-то действия. Что, мы удержим наших мужиков? Да мы теперь видим, что у нас мужиков много. Поэтому они, естественно, идут добровольцами. И пусть идут. Нам надо поддержать тех, кто идет добровольцами, потому что важно эту ситуацию держать. Мне кажется, что стоит оставить эмоции и наконец-то начать следить за словами. Поможет ли удержанию ситуации, выражаясь языком Мизулина, язык ненависти? Я сейчас не о прямых, конечно, случаях пропаганды или дезинформации, или просто эмоций, когда официальное лицо пишет в Твиттере, что-то вроде украинские власти целенаправленно расстреливают автобусы с детьми. Ну и об этих случаях тоже. Как россиянам и украинцам прекратить ненавидеть друг друга? Вы бы знали, вы даже не можете представить, сколько обоюдной ненависти вылилось в Твиттере, стоило мне задать сегодня днем там такой вопрос. Жду, впрочем, о ваших ответах. Не забывайте про хэштег Макеева. Не стоит, впрочем, думать, что на языке ненависти сейчас говорит исключительно Твиттер. Это очень даже здорово было бы, если бы так. Но не так, к сожалению. Их, по сути дела, обозвали террористами и объявили начало контртеррористической операции с использованием армии против гражданского населения. Вновь призываем Киев и его западных покровителей одуматься и незамедлительно прекратить террор в отношении собственного народа. Реакция на сбитые террористами, самолет сегодняшний, террористами, которые подготовлены и использующими оружие российского производства. И все бы эти Ющенко, и Янукович, и Кучма запретили бы эти право радикальные, в чистом виде, российские. Они хуже немцев. Немцы в своей теории не ставили те вопросы, что сегодня эта львовская мафия ставит. Мы для них вообще главный враг. Самый главный враг. И задача, пока есть Россия, они свою программу не могут выполнить. Настоящей, свободной, независимой Украины не будет. Задача уничтожить Россию. Представляете, гитлер таких вопросов. Пожалуй, примеры последних сепаратистских действий и агрессии Российской Федерации дают много информации, в том числе и для жителей Востока Украины. Уже сто лет назад они бьются с нами. И в 41-м году они были против нас. И сейчас они против нас. А в наших учебных историй интернационал, дружба навеки, вечная дружба, Богдан Кмельницкий. Ну, просто так же нельзя. Сто лет. Это вот львовская мафия, фашисты, расисты, они под любые знамена становились. Только чтобы убивать русских. Сто лет убивают. Но сейчас пришли еще более страшные люди. Мы не видели за верст Саня Билова. Он просто за галстук потаскал какого-то... Очень безобразная была сцена. Но то, что мы видели 2 мая, это уже уходит за все пределы. Я думаю, убивать, убивать и убивать больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор, я так считаю. Кто-то вот услышит, увидит вот такое по телевизору и выключит в ужасе. А кто-то впечатлится еще больше и, например, поедет к добровольцам на юго-восток Украины. На связи с Дождем по скайпу из Нью-Йорка Алексей Байер, к нам местообозреватель, который опубликовал недавно в «Ведомостях» очень интересную статью под заголовком «Разочарованные активные российские добровольцы», где как раз вот анализируют, кто бы могли быть эти люди. Алексей, здравствуйте. Вы хорошо слышите студию? Да, здравствуйте. Очень хорошо. Спасибо. Вот помимо идеологии, возможно, денежного поощрения, для того, чтобы воевать, нужно, видимо, еще кое-что. Это внутренняя мотивация, просто силы. Вы пишете, что на излете советской власти, стольких активных и самостоятельных в принятии решений, в принятии решений, например, бросить работу и поехать в Украину, мужчин, как сейчас, их не было. Что движет людьми, отправляющимися добровольцами, воевать? Как нежелание как раз не отвечать за себя, возможно, а стать частью некого мощного процесса с высокими идеологическими целями и быть в конечном итоге такой песчинкой, которую мощный ветер истории куда-то задувает? Откуда столько сил вообще на это, по вашей оценке? Ну, мне кажется, что это вообще довольно изменившаяся ситуация, довольно сильно изменившаяся со времен советского периода, когда советские люди, особенно мужчины, никогда никуда не высовывались, всегда всего боялись. И сейчас, несмотря на всякие издержки постсоветской России, все-таки вот внутренняя свобода, которая была позволена, она создала новую такую группу людей, особенно мужчин, которые способны действовать. Но, к сожалению, их действенность, их активность, она направлена в очень... И очень трудно применить, или практически невозможно применить в обществе, в мейнстриме. То, что здесь в Соединенных Штатах активные люди, они зарабатывают деньги, они делают карьеру, они продвигаются. В России же получается такая ситуация, что все каналы, все лифты социальные закрыты, особенно для людей из провинции, с невысоким образованием, без связей. И мне кажется, что это важный фактор, который позволяет, во всяком случае, людям это делать. Второй, мне кажется, фактор, это социальный кризис, который существовал и в советское время, когда... Но в советское время были месткомы, порткомы, но главное, что все должны были работать, иметь какую... Иначе вас ссылали за тунеядство. И это как-то держало социальный кризис в определенных рамках. Сейчас же происходит развал семьи, очень высокий процент разводов. Люди, не укоренившиеся, не имеющие каких-то... Какого-то жизненного плана, каких-то целей. Поэтому получается, что люди уже, допустим, взрослые, и на самом деле, насколько я знаю, берут в этих добровольцев уже после 26 или даже 30 лет. И это эти люди, которые совершенно не имеют какой-то карьеры. Они могут в любой момент сорваться и куда-то ехать. Это, мне кажется, важный аспект этого, помимо идеологии. И все-таки вот косяк этих людей, это не те люди, или не тот тип людей, если речь идет о поколении, может быть, моложе, которые участвовали в разного рода локальных конфликтах начала 90-х, событий с 93-го года участвовали. Потом, в конце концов, был Кавказ долгое время. И вот только сейчас, как бы, вот следующим вдруг неожиданно оказалась вся эта история в Украине. Или в противном случае, где все эти люди, если это продукт разнообразных войн, начиная с Афганистана, и лихих 90-х, где они были все 2000-е годы? Что они делали? Охранниками тех сидели, а потом вдруг неожиданно оказалось, что у них столько агрессии для того, чтобы это реализовывать? Ну, или люмпинизированные были, в каком-то степени эта агрессия накопилась. И еще тут такой аспект. Вот недавно я смотрел российский фильм «Жажда» по Андрею Геласимову. И там, это такое совершенно переосмысление трех товарищей, ремарка. И мне кажется, что Россия где-то оказывается в 20-х годах прошлого века, где вот эти солдаты, эти ребята, которые воевали в Течне в фильме, они недовоевали, им не нравится гражданская жизнь. Гражданская жизнь с ее условностями, с ее какими-то хорошими манерами, с отсутствием такого товарищества, их не устраивает. Они не могут себя найти. И по-настоящему только им не хватило вот этого товарищества, этой войны. Это на самом деле вот все поколение 20-х годов в Германии, в Европе, оно тоже об этом, потерянное поколение, об этом многие писали авторы того времени. И это видно, что они недовоевали. И потом уже там в 39-м году, по 45-й они уже навоевались по полной. И мне кажется, что в России тоже есть такая вот эта группа людей, класс такой, который участвовал, как вы говорите, в конфликтах, и которым не хватает на гражданки того, что они видели на войне. Хотя, естественно, они видели и ужас, и гибель товарищей. Но вот именно вот такой вот чистоты, и черное-белое, то, что война привносит, это, конечно, им не хватает в обществе, которое коррумпированное и достаточно ханжеское. Вы сравниваете ситуацию, точнее, я даже процитирую для зрителей, именно из таких разочарованных, озлобленных, радикализированных и неукоренившихся в обществе мужчин создаются разного рода военизированные милиции по всему Ближнему Востоку. И другую ситуацию мы сейчас имеем в случае с Киевом. Вот киевский блогер сегодня пишет, Антон Дмитриев, я не знаю, сейчас вас спрошу обязательно, как вы считаете, из каких людей состоял ли из таких людей, в том числе Майдан, например. Вот то, что он пишет сегодня, блог опубликован на Эхе, «Мы все устали, именно этим объясняется наше всеобщее попустительство и гордое цитирование, как бы это поприлично, ну, скажем так, известной песни про Путина, без какой-либо реальной помощи нашим гражданам в Донбассе и в Крыму. Нам легче танцевать, петь, кричать, рисовать, чем дать в морду». Конец цитаты. А среди россиян, как мы знаем, есть такие люди, как Игорь Стрелков-Гиркин, который неустанно воюет, безнаказанно, в общем, довольно себя ведет, и даже расстреливают людей по законам военного времени, о чем, в общем-то, никто и не думает это скрывать особо. При том, что киевлянам, вроде, есть за что сражаться, за целостность своей страны, например. Почему они так быстро сдулись, что ли, в таком случае? Или среди них не было вот этих людей с большим количеством нерастраченных сил? Ну, мне труднее говорить про Украину, потому что я не очень осведомлен, лучше знаю ситуацию в России. Но я думаю, что там тоже такая же, в общем, в принципе, ситуация. И вот формируются добровольческие тоже отряды. Но хотя, с другой стороны, на мой взгляд, они, мне кажется, защищают целостность своей страны, и это немножко по-другому. Но это тоже, мне кажется, что в Украине должно быть также большое количество таких же лимбинизированных, деклассированных людей и разочарованных, которые за 23 года независимости не смогли получить экономику, в которой они могли нормально бы существовать, где тоже разваливаются семьи. Но я просто не очень, не так хорошо знаю Украину, поэтому мне, наверное, не имеет смысла делать таких широких... Алексей, спасибо. Экономист-обозреватель Алексей Байер был на связи со студией Дождя из Нью-Йорка. А мы продолжим с Марией Эйсмант. Она также на связи со студией Дождя. Маша специальный корреспондент журнал New Times. Добрый вечер, Маша. Здрасте. Маша, колонка о ведомостях о языке ненависти в основном-то и не Украине была посвящена риторике, которая в отношении накомыслящих в России теперь применяется. Но язык ненависти у нас вообще такая укоренившаяся уже последние месяцы вещь. Ей мне кажется, что к языку общения между двумя государствами по всей вертикали сейчас ненависть в слово вполне применима. Не так ли? Абсолютно. К сожалению. И здесь нет ни одной стороны, которая бы могла похвастаться тем, что ей удается избежать вот этих вот ужасных эпитетов, которые к чему хорошему не приводят. Это мы перестали, как бы обе стороны перестали видеть на другой стороне баррикад людей. Они видят только проклятых фашистов, бендеровцев или колорадов. Это какие-то эпитеты, которые максимально уничижают человеческое достоинство. И тем самым, о чем, собственно, я писала, делают проще либо уничтожение противника, либо даже саму мысль. Они свыкаются с мыслью о том, что кто-то может быть спокойно убит. Ведь когда ты задумываешься о том, что где-то гибнут люди, совершенно неважно, если вам вообще гибнут люди, то это для нормальной человеческой психики совершенно ужасно и несовместимо с нормальной жизнью мысль. А когда ты себя убедил в том, что это, ну, не совсем люди, и что, может быть, они заслужили, и ты называешь их какими-то уничижительными эпитетами, типа Колорадов, бендеровцев, проклятых фашистов, карателем и так далее, то таким образом тебе психологически как-то проще смелиться с ужасной мыслью о том, что они гибнут. История эта проходила, я вспомнила про Лангу, я не единственная, я уверена, кто об этом вспомнил, просто я в свое время там была не во время геноцида, а позже, несколькими годами позже, но я встречалась как из тех, кто выжил, так и из тех, кто, в общем-то, участвовал в массовых убийствах. И поразительно было то, что они сами не могли понять, почему в то время такое происходило. Для многих это было удивительно, непостижимо, но тогда огромную роль, и это уже доказано, сыграли вот эти вот средства массовой информации, которые называются hate media, от слова hate и ненавидеть, которые распространяли эту ненависть, которые участвовали в распространении вот этой вот абсолютной нетерпимости. Туци, которую поничтожали, назывались тараканами. И это, к сожалению, очень созвучно с этим ужасным термином флорады, которые тоже, мне кажется, нужно просто из лексикона убирать, вне зависимости от того, на чьей стороне симпатия. Это, конечно, поразительный просто пример про Руанду, действительно, по совпадению и по тому, что люди там пару лет, несколько лет спустя на вопрос, как вы могли сражаться со своими недавними вполне мирными соседями народной институции, говорили, либо не помню, пожимали плечами, да, как вы написали, либо говорили, да, по радио говорили, что это не люди, а тараканы, то есть уничтожать призывали не людей, а тараканов. Но, тем не менее, есть какие-то другие примеры, скажем так, есть ли примеры, когда язык общения оставался цивилизованным, тем не менее, и может быть, и это было как раз тем, что удержало вот на грани общества, там, народы целые страны. Или это всегда человек скатывается вот в варварство, в какую-то чудовищную жестокость, стоит начать, опять же, употреблять подобные слова, и это происходит в любой стране, в данном случае цивилизованная ли страна, чуть менее ли цивилизованный народ, это не играет никакой роли совершенно. Тут от варварства все в одном шагу, что называется. Ну, мне трудно, я, честно говоря, не берусь судить за все мировые конфликты, я не так хорошо их все знаю, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы, но можем вспомнить, да, различные психологические эксперименты, которые приводились, при которых, в общем-то, изначально совершенно равных и вполне благополучных, да, студентов психологических факультетов, университетов, например, да, вспомнить Стэнфордский тюремный эксперимент, как наиболее известный, один из наиболее известных, да, когда их просто ставили в ситуацию, в которой одним позволялось все, другим ничего, одним давалась неограниченная власть, можно было унижать, издеваться. И не прошло и двух недель, как эти дети из благополучных семей, в общем, одни превращались в садистов, другие были многие на грани суицидной, да, это в детской истории. Поэтому, что хочется сказать в данной ситуации, это то, что, к счастью для нас, да, к сожалению, для тех, кто это проходил немного раньше. У нас есть все возможности проанализировать и понять, к чему такое может привести. У нас есть опыт, было бы в Украине глупо, безответственно и ужасно не думать об этом опыте, который нам подсказывает, что мы заходим не туда, и нужно остановиться, потому что вообще весь этот украинский конфликт, он чудовищен тем, что он абсолютно срежиссирован. То есть, как еще там год назад говорить о том, что Россия может быть в состоянии там войны или какие-то россияне могут быть в состоянии войны с какими-то украинцами, то есть человек, который бы это сказал, наверное, его никто всерьез бы не воспринял как минимум. К сожалению, сейчас мы уже перешли некую черту, люди гибнут сегодня, да, и каждый день. Верные люди, люди, которые по каким-то причинам не будут сейчас оставаться, да, взялись за оружие, это отдельный вопрос. Нужно сделать все возможное, чтобы это все предотвратить, чтобы, точнее, не предотвратить, что, к сожалению, уже кровь проявилась, но как-то остановить. И в данном случае борьба с невыполненностью это часть обязательных мер. Начинать надо с себя своих, условно говоря, там, союзников, потому что, к сожалению, и коммуникации очень мало. К сожалению, эта нетерпимость, она присутствует во всех обсуждениях украинской темы. И, наверное, Маша, вы тоже это заметили, что люди уже начинают там удалять из социальных сетей людей, которые поддерживают другой точки зрения, просто потому что слишком много энергии уходит на попытку переубедиться, ни к чему не приходят. Люди ссорятся, в одной семье могут быть люди, которые придутся в разных точках зрения и уже перестают общаться друг с другом, да, мы это слышали, много таких примеров. Но, может быть, тогда нужно начинать со своих союзников, с тех, кто, например, люди, которые поддерживают идею неполного невмешательства в дела Украины, которые, каким я бы, например, себя, например, отнесла. Я пытаюсь доказать своим же, в общем, единомышленникам, что нельзя использовать термин «Колорадо». Это отвратительно, это бесчеловечно, что нельзя радоваться смерти людей. Пусть мы не согласны, пусть мы считаем, что мы не правы глубоко, что они туда пришли. Они не должны были, как угодно. Нельзя смаковать чудную смерть, в принципе, если мы не хотим оставаться людьми. То есть это какие-то нельзя кричать, нельзя призывать там мочи, гаси, наоборот, надо пытаться, да, нельзя зловатствовать. Опять же, я, наверное, отношусь к тем, кто, ну, большой критик того, что происходит на наших телеканалах. Ну, мне трудно назвать то, что делали, допустим, Киселев и другие его коллеги с «России-24» без первого канала журналистики. Но, тем не менее, когда я вижу, вот после этих несчастных, да, погибли двое несчастных корреспондентов, молодых людей, которые попали туда, наверное, на актер, когда я встречаю злорадные там вопли, да, слава богу, они заслужили, мне просто страшно становится, потому что нельзя заходить за эту грань. Если погибли люди, это горе, трагедия. А другое дело, что называть журналистикой, что не называть журналистикой. Спасибо, Маша. Мария Эйсман, специальный корреспондент журнал «Нью Таймса». Мы продолжим после рекламы.